Музыка Человек, снабдивший целый жилмассив водой. История героя нашего города. В центре онкологии прошел день борьбы с раком молочной железы. Очередная гуманитарная столовая открылась в Пантелеймоновке. 17 октября наша съемочная группа побывала по адресу улица Янка, 119. Там проживает человек широчайшей души Виктор Евдокимович Сенченко. В тяжелые для горловки времена, когда город подвергался обстрелам и было прекращено водоснабжение жилмассива Солнечный, он широко открыл двери своего дома и предоставил людям возможность набрать столько воды, сколько им было необходимо. В то время, когда другие жители частного сектора отказывали, Виктор Евдокимович призывал пришедших к нему, чтобы они приглашали своих друзей, знакомых приходить за водой. Виктор Евдокимович, от лица общественности, жителей 1405 квартала, то есть жилмассива Солнечный, от этого поселка, финского, от людей, которые к вам приходили. Я осмеюсь выразить вам огромную благодарность и от себя лично, что вы пустили людей, что вы не закрыли калитку своего дома, как это сделали некоторые, которые висели здесь, нет воды или сухой колодец, которые не пускали людей, просто-напросто не пускали, а вы пустили. Очень вам благодарность. Конечно, вы перенесли и ту войну, и эту войну, но не дай бог вам перенести третью войну, но третью войну вы не перенесете. Как говорится, вы, люди сталинской закалки, понимаете, что такое горе, что такое сидеть без воды. Вы это прекрасно понимаете, и поэтому вы вошли в положение людей и пустили к себе. Да, это очень, конечно, было трудновато для вас. Такой поток людей ходило к вам, очень ходило много, и покоя не было, и люди ходили. Конечно, многие были, люди, конечно, и недовольны, что медленно движется очередь. Бывало такое. Но вы с этим справились, и вы всегда даете, даже вот в это время, когда у людей есть вода, хотя она идет техническая, но вы всегда приглашаете и всегда пускаете людей. Желаю вам, Виктория Дакимович, счастья, здоровья, восточной мудрости, а главное, мирного и чистого неба над головой, чтобы над вами и над всей Горовкой, Донбассом и Уганском не летали ни снаряды, чтобы вы и ваша семья и все жители никогда этого не услышали. Низкий вам поклон, Виктор Дакимович. Спасибо вам большое, отец. 20 октября мы побывали в онкологическом центре нашего города. В центре проходил день борьбы с раком молочной железы. Заведующая диспансерным отделением городского онкологического центра рассказала нам, чем опасен рак молочной железы. Также там присутствовал главный врач городского центра здоровья. Она обратилась к горожанам, напоминая о том, чтобы они лучше следили за своим здоровьем и не забывали о профилактическом лечении простуды и поднятии своего иммунитета простыми народными средствами. Осень в своем разгаре похолодала, и актуальным для горловчан становится профилактика простудных заболеваний, респираторных заболеваний, гриба. Хотелось бы обратить внимание, что необходимо одеваться по погоде. Резкое похолодание, и многие еще психологически не перестроились, что надо доставать теплые вещи. Обращаю внимание, что обязательно одевайтесь потеплее, потому что переохлаждение организма приводит к снижению иммунитета и росту возможности заболеть респираторным вирусным простудным заболеванием. Далее, обращаю внимание, что здоровый образ жизни нам постоянно помогает в профилактике практически всех заболеваний, в том числе простудных. Пятиминутная физическая зарядка ежедневно поможет улучшить кровообращение тканей, таким же образом улучшит наши защитные функции организма, правильное питание. Сейчас, слава Богу, у нас на базарах, в наших домах присутствует большое количество овощей и фруктов, которые мы можем использовать в профилактике простудных заболеваний. Это яблочки наши, различные овощи, тот же лук, тот же чеснок, который сейчас как раз содержит наибольшее количество витаминов. Кроме того, травяные чаи, которые мы тоже можем использовать для профилактики, с большим содержанием употребления продуктов витамина С, это лимон, можем пить имбирный чай, все это нам поможет защитить себя от поражения. Кроме этого, использование не очень сложных медикаментозных средств, таких как витамин С, те же иммуномодуляторы, та же настойка эхиноцей тоже защитит наш иммунитет от агрессивного воздействия вирусов, простудных заболеваний. И в конце опять обращаем внимание, что позитивный настрой, он помогает нашему организму в непростых ситуациях все-таки сохранить здоровье. В Пантельмоновке открылась гуманитарная столовая в местном здании территориального центра социального обслуживания. Заместитель директора этого предприятия рассказала нам, на каких условиях работает гуманитарная столовая. Вся продукция высокого качества, все хорошее привезли, спасибо. Сегодня у нас суп с макаронами, каша с соусом, хлеб, чай. Вот сегодня вот такое у нас меню. Пожалуйста, условия мы сюда принимаем наиболее нуждающихся. В основном мы считаем дети, пенсионеры, инвалиды. Люди у нас не получают сейчас ни пособий, ни пенсии. Поэтому понимаете, что для них это очень большая помощь, очень большая подмога. Особенно детки, это вы сами понимаете, что для деток сейчас очень тяжело. Хотя бы то, что самое необходимое. Хотя бы обед горячий. Пожалуйста, все свежее, все продукты очень хорошего качества. Мы открылись пока на 120 человек. Там будем смотреть, как побольше обед. У нас идет горячий обед на 12 часов. Но мы сейчас работаем с нашими депутатами. Вот Валерий Васильевич на данный момент, он сейчас наш папа, так сказать. Для наших детей, для наших стариков. Пока недостатка ни в продуктах, ни в чем у нас нет. Сегодня первый день работы гуманитарной столовой. Скажите, как вам обслуживание? Не понравиться не могло. Обслуживание хорошее. А вот мы этого ждали и будем ждать. Иначе выхода нет никакого. Мы, конечно, довольны, очень довольны. Но дело в том, передать надо привет нашему Порошенку долбанному. Он кричал, кричал, что Сталин сделал геноцид. А он что сделал? Что он сделал? Он не то, что геноцид сделал. Он сделал неимоверное. При Сталине война была. Чужие люди друг друга стреляли. А он скотина. Своих людей убивает. Вот пусть он придет сюда. И мы ему покажем, чтобы он сам пришел без своей братьев. А то его там целая куча охраня, а нас никто не охраня. Сейчас у вас уберется. Смотри, ну сколько у тебя? На четвером парашки. Ага. Продолжение следует. Мы понимаем это. Когда все это закончится? Будем похожим на них. Редактор субтитров А.Семкин